Трое суток в камере следственного изолятора. Вот и все, чем в итоге может отделаться Сызранский Тайсон, молодой человек, нокаутировавший пенсионерку в магазине у кассы. Виталий Кондратенко отпущен под подписку о невыезде. Знатоки уголовного права прочит ему максимум штраф и компенсацию вреда, причиненного в прошлом воспитательнице детского сада Нине Тулуповой. А тем временем Следственный комитет будет добиваться передачи этого дела в свое ведение. Тут ведь не просто хулиганский поступок. Тут не исключено и бездействие полиции, которое возбудило уголовное дело только после публикации видео в СМИ. Алексей Полторанин передает из Сызрани. А сейчас есть какой-то страх? Конечно, этот суд был уже, его сейчас выпустят. По явлению Виталия Кондратенко соседи ждут с тревогой. Его квартира расположена прямо напротив двери Татьяны. Как бы страшно, то что человек просто так может ударить. То есть мы так же выходим, мы так же... Не понравится, я может взгляну на него не так, да, он мне подойдет и ударит, и что? Эти кадры из камер наблюдения, которые внимательно изучили правоохранители, больше напоминают короткий поединок на ринге. Вот на кассе супермаркета предполагаемый преступник дожидается от кассира сдачи. За ним пенсионерка. В какой-то момент агрессор разворачивается и со всего маху ударяет кулаком пожилую женщину. Небольшой сетевой магазин на окраине города. Час дня. Вот та самая касса, где и произошло нападение. После инцидента мужчина, как ни в чем не бывало, вышел из магазина. Пострадавшая Нина Тулупова к медикам обратилась не сразу. Уже дома почувствовала себя неважно. Врачи зафиксировали у женщины гематому на голове и травму челюсти. Она лицо рукой закрывала. Вы что, не поняли, что такое? Может, зубы? Спросили у нее? Нет, никто не спрашивал. Она молча прошла. Если бы не эта запись в камеронаблюдении, выложенная на странице местного блогера, происшествие так и осталось бы незамеченным. Налетчика, правоохранителя искали больше недели. Это вот гражданин Коновалов, который изначально разыскивался полицией. И в тот день же, когда было задержание, это гражданин Кондратенко. Внешне Владислав Коновалов уж больно был схож с нападавшим. Но позже правоохранители сняли с него все подозрения. Там было несколько отличительных признаков. То есть это телосложение, прическа, цепь. Она у меня чуть не спалится толщиной, там видно было бы. И я без блютуз наушника не выхожу никуда. Я очень люблю музыку слушать. Узнав имя настоящего обидчика, пенсионерки на домашний адрес выдвинулись активисты вместе с сотрудником полиции. От супермаркета до жилого дома налетчика. Здесь пару кварталов. А вот этого мужчину встречали раньше? Ну я его видел здесь, вот как он здесь проходил. То есть он через перешлик, вот и пятерку. Ну вот вторая квартира Кондратенко. Дома его не было, когда мы прибыли на место. То есть сотрудник полиции постучался в дверь, никто не открыл. Через несколько минут на пороге подъезда появился схожий по описаниям очевидцев мужчины. Виталий Кондратенко не понимал, за что его задерживают полицейские. Не знаю, я сейчас с вами никуда не пойду. Тогда вызывали сотрудников неведомственных охранников, чтобы тебя под конгой туда забрали. Если ты не хочешь просто задать тебе пару вопросов. Не, во-первых, сейчас уход, я сейчас не куда-то приеду. Где же уход? Время 7 часов. Так же спокойно, как на кассе супермаркета. Он общался с правоохранителями и оправдывался на суде. Ну я говорю, что неосознанно у меня все это было. Я говорю, у меня какой-то всплеск эмоций произошел на какое-то короткое время. Отрабатывать чемпионские приемы на пожилых людях Кондратенко старается уже не первый раз, говорят соседи. В прошлом году этот пенсионер устанавливал пружину на дверь подъезда. А предполагаемый преступник пытался помешать. Он недолго думал, взял палку и стукнул по ногам. И дедушка просто уже не выходит из дома. Уже, наверное, полгода больше, наверное. В квартире, где прошли обыски, оперативники нашли школьные медали и нунчаки. В детстве Кондратенко увлекался боевыми искусствами, рассказывают соседи. Ну замкнутый, да, замкнутый. Я ни разу не видела с ним ни одного человека рядом. Ни мужчину, ни женщину. Сколько вот живу здесь, ни разу не видела. Гуляет каждый вечер, выходит один, гуляет по улице. Где сейчас сама пострадавшая и как ее самочувствие, гадают даже ее соседи. Именно отсюда она поехала в тот самый ближайший магазин. В селе Ивашевка женщину знает каждый. 38 лет она проработала воспитателем в детском саду. Кто бы не умер, она идет, помогает. Я вот тоже в плохом состоянии. Она мне увидит, белье повесит. Скажет, тетя Валь, давай, я тебе белье повешу, поможет. И я тебе повешу. Хорошо, хорошо, аккуратно все сделает. Я заболею, она приходила ко мне. Ну так, она добра, хорошая, женщина. Следственный комитет в ближайшее время проверит действия сотрудников полиции, которые не сразу приняли заявление Нины Тулуповой, а уголовное дело возбудили после широкой огласки. Не меньше вопросов и к охране магазина. После происшествия Виталия Кондратенко несколько раз видели в супермаркете. Алексей Полторанин, Елена Волкова, Алексей Качан и Дарья Брагина. Место происшествия.